всем привет вот решила заснять такую красотку ну как же ее не заснять порадовала меня и расцвела на 2 4 6 7 цветочков это губа конечно расписная настолько красивые огромные цветы нет сейчас я по сравнению с рукой огромные просто огромные когда бутоны начали расти они прям свисали от тяжести и вот так вот в этом году она меня порадовала просто букет это котлея эмоции циррулийная как я посмотрела она у меня живет с девятнадцатого года я когда-то увидела эти цветы на одной из из выставок кто-то продавал и я конечно купила там было всего три цветочка растения было ним конечно поменьше ну и вот так вот выросла она у меня за столько лет то вот местные наши жители не дают мне снимать мы начали их подкармливать ну и вот любители вот такие вот у нас тут собираются целыми днями кричат дерутся за семечки ну это здорово природа такие краски ну вот я его я давно не пересаживала уже эту котлею нужно будет пересаживать но я увидела что она вся в бутонах и я решила ее оставить и после цветения я уже ее пересажу я думала что у меня получится и на этой неделе поехать на выставку потому что я думаю что конечно это бы котлея что-то заняло какое-то место ну реально очень красивые но не получилось в связи с работой очень загружено и поэтому я решила снять для вас раннее утро и посмотреть что цветет полюбоваться запечатлеть и порадовать кого-то и мы с вами оказались в моей в моем цветочном уголочке многое вы уже здесь видели конечно ну вот из нового что я собиралась тоже взять на выставку это красотка природная котлея котлея дигбиана и вот она у меня в этом году аж три цветка выдала мне в две стороны она начала ветвиться здорово запах я вам хочу сказать обалденный вечером здесь такой цитрусовый просто свеженький свеженький вкусняшки вот этот цветок открылся самый первый они так вот немножечко наклонены как-то вот неровно я пытаюсь их выравнивать но они все равно как-то как-то вот в одну сторону наклонили свои цветы но они конечно очень прям вот свежие такие красивые ничего их не повредило тут просто просто шикарные им нужно очень много света они у меня висели прижмут под крышей в гринхаусе и получали очень много света ну воды конечно зимой и я не поливала много все свои орхидеи это вот еще кстати вот здесь вот малышка только распускается видеть еще не все бутончики и это гибрид ванда крестата на ванда курли фолиум очень красивые яркие цветы думаю что она у меня с прошлого года это ванда чко и вот порадовала я так и и не пересаживала на таком вот блоке растет ну смотрю ей нравится на заднем плане это кстати и опять купила что-то новенькое ну вот не могла я удержаться вот я пришла на выставку так подошла где что-то продают и вот там вот такие вот два глаза на меня смотрят с каждого цветочка ну вот как можно было это не купить как по мне так они очень необычные прям такой вот желточный темная такая вот желтая серединка класс и это гибрид двух природных орхидей not пиндулум black eyes называется черные глаза ну вот наверное это вот пиндулума и я выбрала кстати такой самый миниатюрный я бы сказала не очень длинные такие псевдобольбы и вот так вот новые ростики ну слушайте растут на вот этих вот пластмассовых решетках довольно таки неплохо и кстати вот еще один купила энопсис наверно да да и сидим энопсис я почему-то перепутала его вкус попкорном и купила еще один энопсис ну посмотрим у меня просто есть один энопсис вот такой вот какая красивая тут тиманте у него расцвела так вот он у меня растет на такой коряжки я когда-то купила вот этот маленький нижний кусочек но он смотрю отмирает но здесь вот дал бы деток или тоже вот верхушка зацветет скоро вот видите как корни корни совсем не в субстрате и вот так вот они растут и очень даже нравится ему ну посмотрим как этот энопсис расцветет потому что мне нравятся эти ансидиум эти попкорны энопсис и это же он кстати на вот такой вот пластиковые панельки здесь очередной мой расцвел мохнатый растет он семенные коробочки и начинают распускать свои цветочки и другим синили до классные классные пластиковые цветы но только что вот только открывается здесь вот так вот смотрите какой кустище я бы уже сказал я его когда-то прикрутила на вот такую вот деревяшку удобно показывать вот как деревяшка у него и вот так вот он растет и прям усыпан но цветы с нижней стороны так всегда будет бы если с этой стороны то цветы у него с нижней такие невзрачные да но их очень много их очень много и любители орхидеи у нас это любят природные орхидеи ну не всем же быть красавицами прямо правда это я вам решила показать я в бутонах его показывала в том видео в предыдущем и вот он как-то быстро быстро открылся что я его даже возила на ту выставку смотрю понемножечку начинают уже увидать айрангисцитрата нежные такие нежные цветочки здоровские три цвета носика здесь кстати у меня первый раз открылся наконец-то диндробиум формузом называется не хочет фокусироваться до первый раз огромный такой цветок он как-то пытался растить мне бутоны под засушивала их и вот единственный цветок открылся просто огромный и вот так вот он прям свисает что я его поддерживаю ну красиво реально один цветок ну очень красиво нужно будет уже пересадить он у меня давно но я его никак не могла зацвести ну классный сейчас конечно интермин и интермедийное время котле и интермедия и аромат у них бесподобный тоже я их очень люблю это циррулильная форма у меня форма интермедия аромата краун фокс покажу вот такая вот считаются что вот как-то у них самые крупные цветы красивые здесь еще кстати у меня вот бутончики ну и конечно же сейчас время диндробиумов нобели это такой невысокий у меня диндробиум юкидама кажется называются юкидама но он как-то у меня такой компактный мне очень нравится красиво тоже расцвел я к себе кстати еще купила два диндробиума нобели вот такой вот желтенький и вот такой прям такой плоский цветок красивый они тоже стоили как-то символическая такая цена ну и я решила что мне тоже нужно здесь малыш мини марк красавчик очень люблю этот маленький фалинопсис кто там кричит king parrot ой красавцы они у нас прям ручные ну как не ручные конечно но они совсем нас не боятся прилетают к нам каждый день мы такие счастливые класс эти конечно вот эти вот разноцветные ларикиты они такие шумные драчуные какие-то ну вернемся к орхидеям ну и моя страдалица со всеми не понравилась пересадка очень они страдают она вернее котлея моя котлея конфетти я не за не успела заснять было еще один цветонос ну вот вот так вот немножечко на цветет котлея конфетти и очень многие любят ну а я думаю что это котлея урантика на котлея трианая и вот понемножечку понемножечку она отходит не понравилась ей пересадка ну вот совсем поэтому очень рада что сохранила ее ну тут уже это видели это видели это вот полностью плеоны такие нежные они так хочется такой вот цветочную прям чтобы они расцвели и полный горшочек их был красиво да кстати у меня еще пару форм расцвела сейчас покажу ну вот тут получилось так что вот тут свел и вот еще вот такая вот нежнятина тоже а это просто формазана а это альбовая форма ну в общем а это такое вот чудо природы я когда-то купила совсем маленькая это котлея скинери альбовая форма и вот она у меня росла совсем маленького размера и вот посмотрите что наросло псевдобульба на псевдобульбе и она зацвела наконец-то первый раз котлея скинери альбовская альбовая форма вот так вот два цветочка она выдала но это конечно уникально я не знаю я такого не видела ну главное что она расцвела по сорту потому что это было давно когда я покупала этих малышей ну классная природная орхидея вот такое вот прямо буйство красок ну вот весна да у нас точно весна ванночка тоже это цветет что я еще не показала вам мне кажется что я уже все здесь показывала не хочется повторяться вот единственное что файус понемножечку открывается еще не все еще есть конечно бутоны но это тоже чудо природы это что-то невероятное прям такое сочетание цветов я всегда всегда удивляюсь и запах у него тоже очень приятный класс а тут кстати апфолом расцвел про который я рассказывала вот такой у него долг длинный цветонос такой он конечно более чистенький да красивы и мой здесь цветет но у него такие вот маленькие свечки с какой стороны его показать они наверное сантиметров ну наверное сантиметров 13 я бы сказала а у этого прям будет длинный ну вот видите вот вроде бы одно растение одно название а насколько они разные бывают но у него и листья намного длиннее я уже рассказывала это в предыдущем видео кстати еще один мини марк расцветает у них листья кстати разные у этого листики такие вот длинные заостренные а у того более круглые и мне кажется что здесь даже у этого и цветы побольше он только открылся вот сегодня первый день это цветочек класс вот такое еще чудо природы открылась открылась столько цветов и такие они здоровские такие яркие прям такой насыщенный цвет и это махровая губа слушайте как здорово все таки какую красоту создает природа это столько цветоносов это моя давняя орхидея не знаю с какого кусочка она растет вот так вот я ее когда-то посадила на кусочек такого вот дерева хотелось мне кусочек природы и вот так вот он разрос это дендрубиум фимбриатум называется очень красивые такие вот соцветия растет себе неприхотливый такой вот в уголочке стоит и когда открывается это конечно очень замечательно смотрится здесь у меня кстати под носом пахнет это это мне кажется какой-то дикий дендрубиум спецвозум вот такие вот маленькие цветочки конечно не такая красивая форма но они намного меньше и вот только вот сейчас открылись позже надо его пересадить тоже я тоже не знаю откуда он очень долго у меня растет ну вот нужно пересадить его начинает расти новый ростик и вот так вот вот такие вот цветочки классные ну вот немножечко напоминает он мне мой с имбидиумом спецвозум который у меня был но он конечно тоже был большой не тоже а вернее он был большой а вот этот вот тоже видите он такой вот миниатюрный ну это мой новенький стоит еще одно такое солнышко почти открыли все цветочки такой шарик кто со мной давно тот знает я это ращу наверное с двух или с трех псевдобульбочек и вот так вот он постепенно постепенно оплел эту колбочку тут уже и мух внутри нарос и когда он распускается радует своим цветением всегда и я его просто обожаю маленький индия эзия дендробиум дженкинсиай он у меня практически тоже не поливается зимой и потом так вот быстро быстро начинают выдавать свои цветоносы и цветочки конечно по сравнению с растением да они все-таки крупные ну вот поэтому наверное мне и нравится больше миниатюрные орхидеи когда большие орхидеи цветочки маленькие и не очень смотрят ну как я все люблю конечно нельзя говорить что некрасиво но когда полностью вот так вот цветы покрывают зелень это шедевр ну наверное наболтала опять так вот нужно невозможно это все да в одно видео вместить как я уже сказала у нас весна и все распускается все пахнет вот практически такие же цветочки да вот такой дендробиум это я купила на последней выставке ну посмотрим он маленький вот так вот весь увешан в бутонах в соцветиях я конечно в шоке я общалась с хозяевами они садят они предпочитают только сажать их растения в кору средней фракции и серамис ну я говорю конечно у каждого свое но у них растение пышет здоровьем посмотрим я посадила своих малышей купила очередную фласку и посадила вот по их системе посмотрим чем это закончится ну пока что все хорошо ну наверное заканчивать буду я свое видео цветочки постепенно открываются наверное закончена вот этом вот вот это вот богатырь огромная котлея я когда-то купила ее совсем маленькой и вот такой вот огромный просто горшок уже и здесь уже псевдобульбы свисают со всех сторон и вот такой вот первый цветочек первый цветонос открылся гангора называется гангора я знаю что многие незнакомые выращивают только фаленопсисы ну вот такая вот красота такой вот длинный цветонос цветонос свисающий тут вот еще один растет еще прям начали они расти наверное потеплело весной запахло и просто так вот она постепенно постепенно разрослась не знаю мне кажется что она съедает свои старые псевдобульбы или они просто нарастают друг на друга и вот так вот выдают такие вот цветоносы очень быстро они тоже растут стремительно открываются лопаются цветочки яркие прямо яркие такие в этом году и вот класс ну что ладно наболтала всем солнышко и любви пока